Особый статус нынешнему розыгрышу Кубка Беларуси придает участие в нем Минского Динамо. На днях мы побывали на тренировке белосиних и разузнали, как команда готовится к турниру. Для Динамо первый предсезонный турнир сложился неудачно. На прошлой неделе в Нижнем Новгороде минчане потерпели поражение в трех матчах из четырех и заняли последнее место. В качестве обидчиков белосиних выступили местная торпеда, московская Динамо и клуб из Узбекистана Хумо. Разумеется, побеждать хочется всегда. Однако на данном этапе нам важно было понять, на что способен тот или иной игрок, как он действует в разных игровых моментах, ведет себя в стрессовых ситуациях, противостоит хоккеистам уровня КХЛ. Теперь я знаю о своих подобечных больше, и это главная польза Нижегородского турнира. Сейчас только середина августа, мы в процессе подготовки к сезону. В кемпе много игроков, в том числе новых для системы Динамо. На турнире тренеры активно ратировали состав, поэтому результат не лучший. Но сейчас будет определен костяк команды, и мы сможем уделить внимание отработке игровых взаимодействий. Франсис Паре – единственный легионер Динамо, принимавший участие в турнире. И остальные – защитники Стефана Эллиот и Марк Андре Гриньяни, форвард Дрю Шор и голкипер Йонес Эйнрат – по недоброй традиции присоединились к команде только сейчас. И во вторник провели первую тренировку. Конечно, мы ждали, когда в команду добавятся легионеры. У них есть нужный уровень мастерства, который должен помочь Динамо в сезоне. И не только в плане хорошей игры. Жду, что они станут лизерами в раздевалке, будут примером для молодых игроков, поспособствуют их развитию. Сегодня они смотрелись хорошо. Энтузиазм, энергия – все при них. Мне нравятся тренировки Вудкрафта. На предсезонке всегда сложная и идет тяжелая работа. Но Крейг не просто грузит, как порой делают некоторые российские тренеры, а делает это с умом. Он объясняет каждый свой шаг, что и для чего делается. У него есть четкий план, это очень импонирует. Я постепенно осваиваюсь в новом коллективе. Сейчас станет попроще. Подъехали другие легионеры. Накануне мы с ними уже сходили вместе на ужин. По итогам турнира в Нижнем Новгороде был принят ряд кадровых решений. Из внушительного списка кемпующихся были вычеркнуты братья Малявка, противец, Масилевич и Волков. А полноценные контракты с командой подписала молодежь, в том числе 18-летний защитник Павел Денисов. Это настоящий сюрприз. Первое впечатление было, слишком юн, слишком мал. Однако потом я посмотрел его в деле. Денисов смелый игрок, не боится борьбы, несмотря на свои габариты. Подкупает его самоотдача и по-хоккейному правильная игра в различных ситуациях. Теперь все зависит от него. Если будет прогрессировать, то будет играть в основе и получать достаточно времени на льду. Произошло в рядах «Динамо» и одно громкое пополнение. В команду вернулся российский центр-форвард-ветеран Алексей Терещенко, который здорово проявил себя в Минске в прошлом году. Он заключил с командой пробный контракт. Еще раз подчеркну, нашей команде, при ее нынешней философии и ориентации на воспитание молодежи, нужны лидеры, опытные игроки, глядя на которых молодые хоккеисты будут расти. Как мне рассказывали, Терещенко – хоккеист с позитивным влиянием на команду. Борец – победитель по духу. Его самоотдаче нужно и можно учиться. Тем более, позиция центр-форварда очень важна в современном хоккее. Финал четырех Кубка Солея для «Динамо» – необычный предсезонный турнир. С одной стороны, очередной подготовительный, с другой – важный в имиджевом плане. Проиграть команду белорусского чемпионата наш полтрет в КХЛ не имеет права. В любой день, в любую погоду. Да, я слышал о весенней суперсерии. И думаю, нынешний турнир в чем-то будет схож по значению с ней. Ведь разыгрывается национальный трофей. Мы готовимся очень серьезно и хотим показать хорошую игру. Я всегда пытаюсь донести до хоккеистов – важна каждая игра, каждая смена и даже каждая минута. Если работать правильно, это принесет пользу в дальнейшем. Я хочу побеждать всегда, неважно, выхожу ли на лед, играю в карты с семьей или с дочкой в монополию. Да, это не кубок Гагарина, но если мы в итоге хотим до него добраться, должны относиться серьезно к каждому турниру и матчу. Мне будет интересно посмотреть на уровень белорусских хоккеистов и местных команд. В общем, съездить в Оршу без сомнения стоит. Воочи увидит, что представляет из себя новый проект Крейга Вудкрафта и пощекотать нервы новым витком противостояния «Динамо» против экстралигии.